Привет, друзья! С вами Кирилл, и сегодня мы поговорим об очень важной теме – о предлогах. Предлоги доставляют немало забот изучающим английский язык. Их много, их легко перепутать, и далеко не всегда их употребление соответствует логике русскоязычного человека. Давайте сравним. Например, мы хотим сказать «забудь об этом». Русскому предлогу «об» соответствует английский предлог «about». И в данной ситуации всё понятно и прозрачно. Это правильное предложение. Идём дальше. Мы хотим сказать «он получил подарок от своих родителей». Употребим предлог «from». В то же время в следующем предложении «он не хочет зависеть от своих родителей». Мы не можем употребить предлог «from», несмотря на то, что в русском языке словосочетания совпадают «от своих родителей», «от своих родителей». Мы не скажем «he doesn't want to depend from his parents». В английском языке принято употреблять глагол «depend» с предлогом «on». Поэтому правильное предложение «he doesn't want to depend on his parents». О таких случаях мы сегодня и поговорим. Топ-35 сочетаний глагола и предлога, в которых часто допускают ошибки. Начнём с простого. С какими глаголами принято употреблять предлог «for»? Ждать чего-то или кого-то. Wait for something or someone. В русском языке после слова «ждать» нет предлога, но в английском пропустить его нельзя. Чего ты ждёшь? What are you waiting for? Аналогичная ситуация с глаголом «look for»? Искать кого-то или что-то. Look for someone or something. Что ты ищешь? What are you looking for? То же самое с его синонимом, глаголом «search for» – «искать» – «search for something». Я ищу работу. I'm searching for a job. Подавать заявление на работу. Applied for a job. Я подавался на работу в эту компанию год назад, но они меня не приняли. I applied for a job with this company a year ago, but they didn't hire me. Просить – ask for something. В русском языке предлога нет, а в английском нужен предлог «for». Он попросил у меня денег вчера. He asked me for money yesterday. Извиняться за что-то. Просить прощения. Apologize for something. Я прошу прощения за грубое поведение. I apologize for my rude behavior. Готовиться к чему-то. Prepare for something. У меня не было достаточно времени, чтобы подготовиться к экзамену. I didn't have enough time to prepare for the exam. Следующие глаголы употребляются в связке с предлогом at. Смотреть на кого-то или что-то. Look at someone or something. Куда ты смотришь? What are you looking at? Смеяться над кем-то или чем-то. Laugh at someone or something. Она никогда не смеется над моими шутками. She never laughs at my jokes. Улыбаться кому-то. Smile at someone. Она улыбнулась мне очень по-доброму. She smiled at me very kindly. Теперь рассмотрим глаголы с предлогом of. Состоять из. Consist of. Наш завтрак состоял из кофе и сэндвичей. Our breakfast consisted of coffee and sandwiches. Одобрять что-то. Approve of something. Ее родители не одобряют ее брак. Her parents don't approve of her marriage. Обвинять в чем-то. Accused of something. Его обвинили в краже. He was accused of stealing. Избавляться от чего-то. Get rid of something. Я не могу избавиться от муравьев на кухне. I can't get rid of the ants in my kitchen. Напоминать о чем-то. Вызывать воспоминания. Remind of something. Эта песня напомнила мне о летнем вечере на пляже. This song reminded me of the summer evening at the beach. Ухаживать за кем-то или чем-то. Take care of someone or something. Мой сосед ухаживает за моей кошкой, когда я уезжаю в командировку. Следующие глаголы употребляются с предлогом on. Полагаться на что-то. Rely on something. Когда я принимаю важные решения, я полагаюсь на интуицию. When I make important decisions, I rely on my intuition. Зависеть от чего-то. Depend on something. Наш успех зависит от твоего выступления. Our success depends on your performance. Настаивать на чем-то. Insist on something. Она настояла на том, чтобы пригласить его на ужин. She insisted on inviting him to dinner. Рассчитывать на кого-то. Count on someone. Ты всегда можешь рассчитывать на меня. You can always count on me. Работать над чем-то. Work on something. Я работаю над большим проектом. I'm working on a big project. Теперь речь пойдет о глаголах в связке с предлогом to. Принадлежать кому-то. Belong to someone. Эта идея принадлежит мне. Не забываем предлог to. This idea belongs to me. Приглашать кого-то куда-то. Invite someone to some event. Она пригласила его на день рождения. She invited him to her birthday party. Объяснять что-то кому-то. Explain something to someone. Наш тренер объяснил нам правила игры. Our coach explained the rules of the game to us. Слушать кого-то или что-то. Listen to someone or something. Раньше я слушал аудиокниги перед сном. I used to listen to audiobooks before bedtime. Признаваться кому-то. Admit to someone. Она призналась мне, что скучает по дому. She admitted to me that she was homesick. Случаться с кем-то или чем-то. Happened to someone or something. Что случилось? Похоже, что он сильно поправился. What happened to him? It seems like he's gained a lot of weight. Иметь значение для кого-то, быть важным. Matter to someone. Деньги – это единственное, что имеет для него значение. Money is the only thing that matters to him. Предпочитать что-то чему-то. Prefer something to something. Я предпочитаю кофе, чаю. I prefer coffee to tea. Отвечать кому-то на вопрос, на письмо. Reply to. Не забываем предлог и не путаем с глаголом answer, после которого в подобной ситуации предлог не нужен. He answered my question без предлога, но He replied to my question. Он не ответил на мое письмо. He didn't reply to my letter. Предлог with употреблять несложно, так как он обычно соответствует русскому предлогу с кем-то. Например, я был там со своими друзьями. I was there with my friends. Но есть и более сложные случаи. Например, доверять кому-то что-то. Trust someone with something. Тебе не стоит никому доверять свой секрет. You shouldn't trust anyone with your secret. Заниматься какой-то проблемой. Обращаться, иметь дело. Deal with. Он знает, как обращаться с сердитыми клиентами. He knows how to deal with angry customers. Обеспечивать, снабжать кого-то чем-то. Provide someone with something. Он обеспечит нам место, где можно остановиться. He will provide us with a place to stay. Также стоит упомянуть о таком сочетании глагола и предлога. Заканчивать школу, университет. Graduate from. Я закончил университет пять лет назад. I graduated from university five years ago. На самом деле в разговорной речи может употребляться вариант и без предлога. Например, graduate college. Такое можно встретить в американских сериалах. Но этот вариант все же считается не совсем корректным. Поэтому желательно употреблять предлог from. Ну и, конечно, нельзя не включить в наш ТОП такой важный глагол, как care about. Заботиться, волноваться о ком-то или чем-то. Care about someone or something. Он всегда заботится о своих друзьях. He always cares about his friends. Вот такой хит-парад у нас сегодня получился. Конечно, это далеко не все комбинации глагола и предлога, а только самые важные, на мой взгляд. Если вам пришли на ум другие примеры, пишите их внизу в комментариях. Будем расширять список. Также в моих планах сделать подобный урок по прилагательным с предлогом. Пожалуйста, напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть такое видео. Напишите, с какими словами из рассмотренных сегодня вы допускали ошибки. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Тренируйтесь в комментариях, следите за обновлениями. С вами был Кирилл. Спасибо, что смотрите. Скоро увидимся.